Здравствуйте! Вы смотрите губернтские новости в студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в регионе. На два десятка вопросов успел ответить губернатор Александр Гусев в ходе своего традиционного апрельского прямого эфира из областного дома журналистов. Воронежцев волновали и глобальные темы развития экономики нашего региона, консолидация гражданского общества и поддержка участников специальной военной операции, приоритеты в работе правительства области, сельских муниципалитетов и разные конкретные ситуации. Например, почему Воронеж погряз в мусоре, каковы перспективы строительства детсадов в новых жилкомплексах, сохранение озера Круглое, лесного массива в Таврово и даже установки памятника Юрию Хою. Губернатор высказал свое мнение по каждому из этих вопросов, а на те обращения, которые не успели прозвучать в прямом эфире, а всего их поступило более 700, будут даны ответы от профильных министерств. Подробности в нашем сюжете. Зима ушла и вместе с ней дороги. Большой пласт вопросов губернатору касался плохого состояния асфальтового покрытия и в селах, и в самой столице Черноземья. Александр Гусев не стал пенять только на температурные качели и обильные осадки, а предложил взглянуть на проблему под другим ракурсом. По мнению главы региона, все дело в материалах, которые применяют подрядчики. Стремясь увеличить количество отремонтированных улиц и снизить свои затраты, дорожники используют битум и щебень, которые не могут надолго обеспечить прочность асфальтового покрытия. На этот счет ученые в ИГТУ даже проводили специальные лабораторные исследования. Поймем, где мы ошиблись, и я думаю, что в этом году мы ситуацию будем исправлять в качестве применяемых материалов. Это должен быть в основном битум модифицированный, а щебень должен быть гранитный. Постараемся не снижать объемы дорожного ремонта и строительства за счет дополнительного выделения ресурсов на эти цели. А сумма там уже приличная в дорожном фонде, уже порядка 29 миллиардов рублей. Это хорошая сумма, и в городе это хорошая сумма. Конечно, горожане не обошли стороной, мягко говоря, нестабильную работу общественного транспорта. В этой связи Александр Гусев отметил, на автобусы сейчас не хватает водителей, плюс в час пик скорость маршруток резко падает из-за пробок. Если люди не пересядут с личного транспорта на общественный, скорее всего, кардинально проблему трафика в Воронеже, как и в других крупных городах, решить будет невозможно, подчеркнул губернатор. Поэтому помимо обновления подвижного состава муниципального перевозчика, в ближайший год-два планируется приобрести 320 новых автобусов. Глава региона анонсировал создание в столице Черноземья многоуровневых стоянок, необходимых, чтобы освободить магистрали от машин. Будет расширена и зона платной парковки. Меры непопулярные, но они необходимы. Без этого мы с проблемой пробок в городе не справимся, какие бы средства не пытались вкладывать в развитие в личной дорожной сети. Мы знаем, кто это сделал, но стопроцентной доказательной базы пока нет. Так Александр Гусев ответил на вопрос об источнике зловония, окутавшего Воронеж последние дни. По его словам, к этому привели умышленные действия одного из предприятий Левобережья. Водоканальщики оперативно устраняют негативные последствия. Совсем скоро работа очистных сооружений должна быть стабилизирована и неприятные запахи уйдут. Однако тем, кто отравил жизнь горожан, губернатор пообещал суровые кары. Я буду настаивать на возбуждении уголовного дела и уголовном преследовании тех людей, кто эти решения принимал и исполнял. Соответственно, собственникам этого предприятия, на которое мы сейчас грешим, советую уволить людей, которые это сделали, и уволить руководителей предприятия, потому что без его ведома это сделано быть не могло. Мы еще и экологический ущерб посчитаем от того, что произошел сбой в очистке источных вод, поэтому там все может быть гораздо серьезнее. Вспомнили жители области в общении с губернатором и о том чрезвычайном происшествии, которое случилось в самом начале января в селе Петропавловка Острогожского района. Тогда из-за нештатного схода авиаснаряда серьезно пострадал ряд домов, автомобилей, а несколько человек получили ранения. Александр Гусев сообщил, что 20 строений в селе возводят заново. Еще в нескольких десятках ведут капитальный либо косметический ремонт. Все жители, которые потеряли какое-либо имущество, получили компенсации и нареканий ни от кого нет, добавил глава региона. Петропавловку, видимо, святые Петр и Павел охраняют. Нет ни одного случая гибели людей и фактически травмы, которые получили люди, они такой легкий достаточно характер имели, несколько человек. И второе, тоже такой показательный случай, проявление. Буквально там в 20-30 метрах от места, где произошло падение снаряда, находится памятник Павшим в Великой Отечественной войне, и он не пострадал. Ну и куда же без любимого хобби губернатора – футбола. Александр Гусев заверил, новую арену для факела на 25 тысяч зрителей построят ровно на том же самом месте, где сейчас находится Центральный стадион профсоюзов. Так что никаких высотных жилкомплексов на Студенческой не появится. И правительство области будет строго следить, чтобы проектировщики и строители соблюли два главных критерия. Это максимальное удобство для фанатов и передовое технологическое оснащение. А вот название для нового Воронежского стадиона губернатор Александр Гусев пообещал придумать совместно со всем сообществом болельщиков. Подробные видеоотчет об интернет-конференции губернатора Александра Гусева мы покажем на канале ТВ «Губерния» в субботу 13 апреля. Начало в 19.45. Вся страна сегодня празднует День космонавтики. Главная площадка в Москве на выставке «Россия». Большая образовательная программа, концерт, праздничное шествие, космический диктант. Вся пятница посвящена только одной этой теме. Ну а кульминацией станет свадебная церемония под названием «Свет новых звезд». Брак будут заключать четыре пары, одна из которых – Воронежская. Кстати, у нашего павильона с самого утра масса посетителей. Воронежская область представила макеты двигателей для космических ракетоносителей, разработанных и собранных именно в столице Черноземья. В том числе и того, который использовался в составе третьей ступени корабля «Восток» и впервые вывел человека на околоземную орбиту. Сейчас связь Воронежа и космической отрасли стала еще теснее. Вы знаете, Воронежская область имеет прямое отношение к космическому отрасли. Самое прямое, самое непосредственное. Вот «Дангара», которая у нас запустилась вчера, практически и первая ступень, и вторая ступень – это камеры сгорания, которые были собраны у нас на нашем предприятии. Ну а третья ступень, собственно говоря, это двигатель, который мы разработали, собрали, произвели и все испытания необходимы. И вот он, собственно говоря, отработал в полном порядке, в штатном режиме. Это очень здорово. И в продолжении темы. 63 года событию планетарного масштаба. 12 апреля 1961 года человек, старший лейтенант Юрий Гагарин, впервые побывал за пределами Земли. Эти 108 минут космического полета обессмертили и космонавты тех, кто сделал возможным его полет – конструкторов, инженеров, рабочих. Тысячи людей трудились ради великой цели – полета к звездам. И смогли ее достичь. С такими словами выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов. О воронежцах, которые стояли у истоков создания и развития космодрома Байконур, расскажет Анастасия Алексеева. Вот так величественно состоялся первый полет человека в космос. 12 апреля 1961 года. Этот день стал знаковым в истории планеты. Весь мир с замиранием сердца следил за происходящим. Ракета, в которой находился Юрий Гагарин, была выведена на околоземную орбиту. Про то, что произошло 63 года назад, написаны песни и сняты фильмы. Созданы сотни картин, в том числе уличных. Например, в центре Воронежа есть 15-метровое граффити «Космонавт». Оно появилось на пятиэтажке на улице Станкевича в 2013 году. И это далеко не все. «Косберг» сработал. Такой внушительный стрит-арт появился здесь летом 2021 года. Масштабная мозаика посвящена Семену Косбергу, легендарному советскому инженеру. Именно его фамилию, по легенде, произнес Юрий Гагарин во время первого полета в космос. Но не только творчество связывает Воронеж с космонавтикой. На мехзаводе делали и делают жидкостные ракетные двигатели. Кстати, именно там, до переезда в Ленинск, ныне город Байконур Республики Казахстан, работал Юрий Мальцев. На новом месте понял, что не все проходит так гладко. Я пережил два взрыва старта. И вот взрыв. Мы в бункере сидели. Естественно, ракета взорвалась. Вместе с женой Мария Руденко они переехали туда в начале 70-х. Юрий Афанасьевич возглавлял лабораторию по заправке ракет. Поэтому встреча с легендарными космонавтами для него была обыденностью. А Гагарина я видел. Я был на пляже, а он плавал на лыжах, на водных. Падал там и потом опять вставал. Я не обращал внимания. Вот космонавт, вот он пошел, полез туда, в космический аппарат начали его сажать. Рутина. Рутина. Его супруга Мария Федоровна работала в химической лаборатории. Не нервная, а вредная. А вредная? Ой, вонючая. Мне кажется, до сих пор у меня... Ого, прям настолько? Да. Несмотря на то, что вентиляция все время работала, мы или выходили, или прятались по углам. Несмотря на то, что сам город Ленинск закрытый, даже тем, кто там и так жил, попасть на территорию космодрома было непросто. У каждого был пропуск. Птичка какая-нибудь, что-нибудь, цветочек, изображение какое-нибудь. А, шифр такой? Да, что вот я могу въехать. И каждый день мы въезжали, каждый день нас проверяли. Супруги вернулись в Воронеж в конце 80-х. Сейчас им обоим под 90 лет. Однако бодрость духа и выправка никуда не ушли. А как в 87-м сохранить бодрость духа, бодрость тела, как у вас? Заниматься спортом. А вы занимаетесь спортом? Я занимался буквально два года назад. Я зимой люблю лыжи. Я каждый день по 10-15 километров ходил. Юрий Афанасьевич рассказал и о службе моего дедушки, который также был ветераном Байконура. На всех пусковых площадках есть жилая зона и пусковая. Вот ваш дедушка был, жилая зона, 95-я площадка, 82-я и 200-я. Это пусковые площадки. На одной делают пуск, а второй старт отдыхает. Алексеев Виталий Андреевич. Полковник. Старший инженер-испытатель космодрома Байконур. Дедушка заведовал заправкой космических судов. Вместе с семьей вернулся в Воронеж в начале 90-х. К сожалению, сейчас его уже нет в живых. Но светлая память о нем осталась не только у меня, но и у моей мамы и тети. Каково же быть дочерью офицера? Мы привели с детства в дисциплину. Не могу сказать, что папа был каким-то строгим, жестким. Нет, там у нас больше мама руководила. Но вот этот стержень, который он со своей службой, со своим званием приносил в семью, то есть у него были определенные требования к жене, к детям. Он уходил на службу, когда мы спали. Возвращался, мы уже спали. И когда был выходной день папы дома, это был самый большой праздник, потому что папа нам разрешал все. Мы шли куда-то гулять, нам покупалось мороженое, нам разрешалось есть мороженое на улице. А жвачки? Только папа разрешил жвачки. Жвачки нам, потому что мама, будучи медиком, строго-настрого запрещала есть что-либо на улице. Секретность в Ленинске была такая, что даже семьи офицеров ничего не знали об их службе. Мы его не видели и мы, правда, никогда не слышали вообще разговоры дома о работе. Мы даже и не знали, чем он занимается. Что касается каких-то военных, его профессия отложилась, потому что я тоже не знаю, как это так, но это какой-то защита родине мужчинам, это обязанность. И таких историй жизни, как у моего дедушки, были тысячи. Большинство из тех, кто стоял у самых истоков создания и развития космодрома Байконур, уже не с нами. Но мы их помним, мы ими гордимся. Сегодня исполняется 63 года с первого полета человека в космос. Однако до сих пор для обывателей космонавтика – это какая-то таинственная и загадочная сфера. Сейчас, как и десятки лет назад, тысячи специалистов ежедневно трудятся, развивая и модернизируя ее. Поэтому ныне живущим – почет и наши поздравления с праздником. А ушедшим – светлая память. Мечи Колесова к бою в Воронежской области присоединилась к международной акции «Сад памяти». Проводится она уже несколько лет. И каждый год в России и за ее пределами добровольцы высаживают 27 миллионов деревьев по количеству погибших в Великой Отечественной войне. Центральная площадка в нашем регионе – это кожевенный кордон. В страшных пожарах лета 2010-го это место пострадало больше всего. Вековые стволы превратились в пепел. Теперь тут стараются вырастить новый и молодой лес. Несколько сотен человек, вооружившись специальными лопатами, которые называются мечами Колесова, и крошечными саженцами сосен и тополей, принялись за работу рано утром. Среди этих людей – чиновники, спасатели, таможенники, работники культуры и коммунальщики, представители общественных объединений, плюс масса студентов. Фронт работ на день – 45 тысяч квадратных метров. Каждая грядка подписана и закреплена за конкретной организацией. Сажают исключительно смешанный лес. С точки зрения пожарной безопасности он лучше, чем исключительно хвойные или только лиственные участки. Это пока саженцы величиной с ладошку. Уже на следующий год они подрастут на 30-40 сантиметров, что очень хороший показатель, говорят специалисты. В этом году у нас участвуют, начиная с марта по май месяц, все районы Воронежской области, лесничество. И если взять за период, который я назвал, уже высажено 1 миллион 356 тысяч. Это у нас сеянцев в общем количестве. Это первое. Второе. В этом же году, конечно, она посвящена юбилейным датам. Это в 1944 году были освобождены города, такие как Великий Новгород, Минск, Брест и Одесса. В годы Великой Отечественной Дни, в 1944 году. И, конечно же, была также снята блокада Ленинграда. То есть в этом году этому все у нас и посвящается. За несколько часов ударной работы на Кожевином кордоне высадили 25 тысяч сосен и тополей. Последние, кстати, считаются рекордсменами по способности поглощать углекислый газ. Всего же акция охватывает 8 лесничеств, расположенных на территории Воронежской области. Теперь главная задача, говорят сотрудники, сохранить все это зеленое богатство. Когда мы работаем все вместе, работаем сплоченно, мы видим соответствующие результаты. Если взять вкратце, да, вот 2023 год у нас, слава богу, на территории Воронежской области не зафиксировано ни одного лесного пожара. В этом году у нас пока обстановка, несмотря на то, что погодные условия сейчас складывается в четвертый класс пожарной опасности на территории региона, тем не менее ситуация пока остается под контролем. И все это благодаря активности жителей нашего региона. Друзья, давайте быть очень бдительны и всегда быть сплоченными. При обнаружении лесного пожара сообщайте в службу 112 для оперативного реагирования на тушение лесных возгораний. Не проехать, не пройти. Домой только в обход через соседей. 8 лет воронежский пенсионер Вячеслав Гладышевский боролся за беспрепятственный доступ к своему жилью. Помехой на пути стал самострой, снести который удалось только сейчас. За началом демонтажа наблюдал Марк Борисов. В переулке учебный аншлаг. Представители мэрии, полиции, следкома, энергетики плюс жители окрестных домов собрались, чтобы посмотреть на долгожданный снос самостроя. Вячеслав Гладышевский просто счастлив. На протяжении 8 лет это сооружение перекрывало ему дорогу к собственному дому. Пройти можно было только в обход через соседний участок. Скорой помощи и пожарным постройка тоже мешала. Мириться с такой ситуацией бывший несовершеннолетний узник не стал. Обращались мы в полицию каждый месяц, в прокуратуру. Приезжали в прокуратуру, посмотрела, ага, ага, все ясно, уезжала. Возьмешь рацию, бесполезно. В общем, что нужно было, мы обращались. Вот такая ситуация. Последней инстанцией оказался Народный фронт. Туда в соцсетях написала дочь Вячеслава Александровича. История вызвала большой общественный резонанс. И дело сдвинулось. Следственный комитет возбудил в отношении чиновников уголовное дело по статье «Халатность». Выставлено представление судебным приставом за неисполнение решения суда. А также прокуратура в отношении собственника здания обязала налоговые органы, а также полицию провести проверку по статье «Незаконное предпринимательство». Как выяснила проверка, в этом здании незаконно проживали мигранты. И на сегодняшний день в отношении собственника проводится проверка соблюдения миграционного законодательства. Незаконный хостел был разделен на 30 комнат. Со слов соседей, желающих жить в них было предостаточно. Сейчас постройку уже отключили от всех инженерных сетей и приступили к разбору конструкций. Возможности завести сюда тяжелую технику нет. Все делается вручную. Демонтаж займет от 7 до 10 дней. Интересно, что распоряжение о сносе в мэрии подписали еще 30 октября прошлого года. Но из-за бюрократии все застоприлось. Выполнение решения суда затягивалось, так как собственник этого объекта незаконного обращался в суды с обжалованием. И в итоге, когда решение суда вступило в законную силу, мы по процедуре рассмотрели и издали приказы. Вот в рамках изданного приказа и в сроки, установленные данным приказом, провели конкурсные процедуры и приступили к сносу этого здания. Платит за демонтаж городской бюджет. Но шанс вернуть деньги в казну все же есть. Мэрия собирается взыскать их собственника самостроя. Естественно, через суд. О том, как в Воронежской области налажено взаимодействие муниципальных администраций с районными общественными палатами, шел разговор в Боброве на совещании с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и заместителя губернатора Дмитрия Маслова. В первую очередь отметили высокую активность местных общественников. По словам Алексея Гордеева, эти люди не только реализуют различные гражданские инициативы в сельских поселениях, но и учитывают программы развития своих муниципалитетов. А чтобы облегчить работу активистов, прозвучало предложение ввести в аппарат районных общественных палат должность отдельного представителя, который будет целенаправленно заниматься решением различных организационных вопросов. На сегодняшний момент муниципальные палаты сами своими членами организовывают всю работу. Знаете, что называется, и жнец, и на дуде, и грец. И статью надо написать, и фотографии качественные сделать, и мониторинги провести, и на официальные письма наши запросы ответить. Я предложила, чтобы экспериментально в пяти районах у нас появился один сотрудник аппарата, по одному, к которому могла бы стекаться вот такая текущая какая-то формализованная работа, чтобы разгрузить общественников, и они могли больше встречаться, больше проводить каких-то действительно аккордиционных вещей. Обсудили в Боброве, но уже с участием глав районов и новый закон о местном самоуправлении. Согласно этому нормативному акту, который уже прошел первое чтение в Госдуме, в России хотят упразднить органы местного самоуправления на уровне поселений. Иными словами, вместо сельсоветов на местах создадут новые структурные подразделения, филиалы районных администраций. Их руководители, равно как и поселковых депутатов, будут назначать сверху из райцентра. Повторюсь, пока закон только на стадии обсуждения в парламенте, но у глав муниципалитетов уже есть некоторые опасения по этому поводу. Они считают, что именно через низовой поселковый уровень самоуправления жители активно участвовали в развитии села и при необходимости могли достучаться до высших эшелонов власти. Свою обеспокоенность главы муниципалитетов донесли до зампреда Госдумы Алексея Гордеева и вице-губернатора Дмитрия Маслова. Те, в свою очередь, выразили уверенность, тесное взаимодействие между властью и населением сохранится при любой форме административно-территориального управления. Мы эти беспокойства обязательно доведем до Москвы. Еще раз подумаем, как в первую очередь обратить внимание на то, чтобы, например, были финансы на местном уровне, чтобы, собственно говоря, и главы, и местные депутаты имели деньги решать те или иные проблемы. Более того, актуальный вопрос стоит, что сегодня на уровне муниципальных районов вся федеральная власть ушла в сторону, и вообще глава района не имеет никакого влияния. Это тоже, на мой взгляд, абсолютно неправильно. И надо предусмотреть какие-то координирующие органы, чтобы независимо от того, какую ты занимал должность и в какую структуру входил, ты работал на благо района, на то, чтобы благосостояние людей увеличивалось. Но мы все понимаем, я думаю, и законодатель понимает, что в любом случае в рамках административно-территориальных отделений муниципальных округов, возможно, созданных в будущем, останутся поселковые администрации, но в виде структурных подразделений окружных администраций. То есть люди не останутся без представителей власти на определенных территориях. Но мы так утрированно говорим, что для гражданина, для жителей, по большому счету, изменится только вывеска на здание сельсовета. То, что обычно скрыто от глаз гостей. В преддверии празднования Международного дня цирка, который отмечается каждую третью субботу апреля, на Воронежском манеже прошла открытая репетиция. Артисты цирка «На льду айсберг» рассказали зрителям, как создаются номера, насколько сложно и опасно выполнять трюки на коньках. Увидела необычное закулисье и наша съемочная группа. Сегодня на манеже не будет ярких костюмов, перьев и блесток. Все выглядит так, как на обычной репетиции. Программа сокращенная, в нее вошли самые интересные и необычные номера. Мальчишки и девчонки не перестают аплодировать. На эту открытую репетицию мог прийти любой желающий. Акция эта всероссийская, посвящена 105-летию компании «Росгосцирк». Вместе с благотворительным фондом «Сорока помогает» позвали увидеть закулисье и семьи, в чей дом постучалась беда. В зале более 600 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Белгорода и приграничных территорий. Мы первый раз просто сегодня попали на такую акцию, нас привезли и нам понравилось, честно. Это много впечатлений. Очень интересно, да. Ребенок счастлив – самое главное. Мы хотим, чтобы они хоть чуть-чуть чувствовали себя здесь, я не знаю, как правильно сказать, защищенными, чтобы им поднять настроение, отвлечь их от таких страшных событий, которые происходят в их городе. Гости, к слову, не только увидели процесс подготовки к выступлениям, но и задали артистам интересующие вопросы. Больше всего маленькие непоседы расспрашивали Анну Соболеву, дрессировщицу собак. Мне вообще все понравилось. Я общительный человек. Естественно, много вопросов, в принципе, ожидаемых, некоторых неожидаемых, да, когда был вопрос, что делать с животными, когда они уходят на пенсию. На самом деле нет секрета. Они действительно остаются при мне и вот так вот доживают, да. Есть люди, которые могут забрать собаку, да, взрослую уже собаку, которая просто будет у них жить как дома. Такого рода общение заинтересовало не только зрителей, но и самих артистов. Они с удовольствием отвечали на вопросы, один из самых популярных, насколько сильно лед усложняет выполнение трюков. Так как мы не ледовые, так как мы не фигуристы, и нам трудно, вот, то есть мы пришли вот в цирк на льду, вообще не умея кататься на коньках. Пришлось научиться. У нас в цирке, говорят, медведей учат кататься на коньках. Поэтому, как бы, пришлось нам тоже научиться. На льду, в движении, все, как бы, вот, все в динамике в какой-то. И приходится все трюки делать в динамике. И чтобы не потерять вот этого вот ощущения, мы каждый день репетируем. На предстоящих выходных на Манеже пройдут заключительные выступления. Затем Воронежский цирк закроется на реконструкцию. В планах полностью обновить зал, фойе и фасад. Будет полностью произведены ремонтные работы. Это начиная от подвалов, это коммуникации, это также добавляют количество помещений под содержание животных. Это полностью изменение и приведение в соответствии пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, в области содержания животных. А также это комфортная среда для гостей и артистов цирка. Свои двери для зрителей обновленный Воронежский цирк откроют только через несколько лет. Но ожидание того стоит, обещают сотрудники. После реконструкции он еще сильнее будет радовать мальчишек и девчонок захватывающими представлениями. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале этого губерния. Будьте в курсе событий, хороших выходных и до встречи в эфире.